В Тюмени после масштабной реконструкции открывается аэропорт. Пропускная способность увеличилась в два с половиной раза. Теперь в год воздушная гавань сможет обслуживать около пяти миллионов пассажиров. В новых терминалах побывал наш корреспондент Кирилл Солодков. Бутылочная горлышко. Именно так в народе за неспособность принять серьезный поток пассажиров прозвали Тюменский аэропорт Рощина. Здание 69-го года постройки к началу 2000-х устарело и морально, и физически. Новый терминал, построенный с нуля на месте старого, в пять раз больше и открывает гигантские возможности для развития авиаперевозок. Мы буквально пять лет назад возили 700 тысяч пассажиров, то сегодня это уже, показать, 16-го года полтора миллиона. А, как я уже сказал, аэропорт вообще может перевезти до пяти миллионов пассажиров. За 2016-й год совершили посадку порядка 70 авиакомпаний. Изменения начинаются на входе. Несколько пунктов контроля. Самое современное оборудование. В зале 15 стоек регистрации вместо шести. Это значит никаких очередей даже в самые горячие туристические сезоны. Раньше было очень-очень в очереди стоять, и не комфортно было. Нет, сейчас все комфортно, удобно. Я рада. Инновации и в зале предполетного досмотра. Помимо обычных рамок металлоискателя, здесь установлен безопасный микроволновой сканер. Выкладывать вещи из карманов не требуется, что экономит время. Достаточно просто поднять руки. Мы видим, что аппарат человека просканировал. При нем нет запрещенных предметов. Путь на посадку от старого терминала до самолета пролегал прямо по летному полю. Пассажиры добирались до воздушного судна пешком, либо на автобусах. Теперь для этих целей установили комфортабельные телескопические трапы. Особенно это важно для пассажиров международных рейсов. Когда в минус 40, в минус 50 из Сибири вы вылетаете во Вьетнам, в Таиланд, или даже еще в какие-то жаркие страны, ну, хочется себя чувствовать более комфортабельно. Здорово. 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 Мы просто, вот мы когда приехали, мы прилетели две недели назад, и сейчас улетаем. Просто другое все. Несколько эскалаторов, лифты, отдельное внимание пассажирам с ограниченными возможностями. Для них установлены специальные подъемники. Думала, как я буду, переживала, а тут все бегают, помогают, хорошо, спасибо. Глобальная реконструкция дает импульс к освоению новых направлений и укреплению старых. Рощина берет курс на Европу и Азию. В новом году появятся регулярные рейсы в Стамбул, а значит, через транзит открывается доступ в любую точку планеты. Однако на этом изменения не заканчиваются. Впереди капитальный ремонт второй взлетно-посадочной полосы. Ее оснастят по последнему слову техники, после чего аэропорт Рощина станет еще и всепогодным, что особенно важно в суровых сибирских условиях. Кирилл Сладков, Николай Старостин, Елена Галеева и Дмитрий Комов. Уральское бюро вестей. Тюменская область. Продолжение следует...